Доброе кино возвращается. В Орлёнке завершился кинофестиваль «Свет лучезарного ангела». В центре он проходил с 6 по 17 апреля. Более 700 мальчишек и девчонок из различных регионов страны познакомились с лучшими документальными, игровыми и анимационными фильмами, участниками-лауреатами Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», который проходил в Москве в наибре прошлого года. Подробности расскажет Анастасия Николаева. В нашем лагере продолжает реализовываться проект «Свет лучезарного ангела в Орлёнке». Проект уже побывал на многих площадках разных городов и постепенно расширяет свою географию. В этом году он впервые реализуется в Орлёнке. На суд юных зрителей представлено 26 фильмов, отмеченных профессиональным и зрительским жюри. Приезд в Орлёнок – это для нас тоже некий эксперимент, некая проба. Понимая то, что для ребят, которые приезжают со всей страны, это тоже может быть очень важно. Это то, что они, увидев здесь, могут привезти с собой домой, обсудить в семье. Ну и на самом деле унести вот эту частичку доброго кино в своём сердце вместе с собой. На протяжении двух недель во Всероссийском детском центре идут просмотры картин, повествующих о том, как всегда оставаться открытым для добра, любви и справедливости. Что бы ни случилось. Прекрасно видим, что творится на экранах телевизоров, какие фильмы идут, какие сериалы, грязь, убийства. Просто уже соскучились все профессионалы. Во-первых, те люди, которые пишут сценарии. Во-вторых, те, которые снимают кино, и в-третьих, сами артисты, устают от этого. Поэтому и появилась идея возвратить доброе кино. Доброе кино – это означает духовное кино. С любовью к людям, с любовью к молодёжи, о преданности, о долге и так далее. Ну, что было, в общем-то, в основе старых наших фильмов. Подумать и написать свою историю, которая могла бы лечь в основу нового фильма, предложили орлятам после обсуждения просмотренных картин. Ксения Орлова выбрала тему одиночества. В наше время она особенно актуальна для многих подростков. Как, осознавая себя отдельной личностью, не стать одиноким и никому не нужным? Для меня эта тема очень актуальна, поскольку я такой человек, который очень, скажем так, много времени проводит в одиночестве и не понимает людей, которые всегда в центре внимания. В то же время есть люди, которые не понимают меня, их намного больше, чем людей, которые меня понимают. Поэтому я хочу до многих донести саму вот эту проблему одиночества. Доброе кино возвращается. На просмотр картины режиссера Александра Кулямина мы с дедушкой корлятом присоединились и гости фестиваля, представители благотворительного фонда, инициаторы фестиваля и писатели. История десятилетнего мальчика, который оказался в непривычной для себя среде у дедушки в глухой деревне, не оставила никого из зрителей роднодушным. Отношение со стариками напомнило многим о своих близких. В этом фильме они забыли своего дедушку. Внук не знает, кто его дедушка. И тут он узнает, что этот человек – это самый родной для него человек. Это самое главное, наверное, в этом фильме. Не забывайте своих родственников. Я, когда его начала смотреть, наверное, на себе фильм, он начала плакать. Я вспомнила своих родителей, своих бабушек, дедушек. Мне кажется, это очень добрый, очень правильный фильм. У меня самой была плохая ситуация, только рядом не было такого фильма. И именно смерть близкого человека позволила задуматься на такой ситуации. Мы все-таки разные с нашими бабушками и дедушками. Нам очень тяжело понять друг друга. Мы по-разному воспитывались. Но побудьте хоть немного вместе, как мальчики с дедушкой. И вы еще не понимаете друг друга. Вы станете гораздо ближе. Вам ценность будет, что вы станете приятным. И когда близких не станет приятным, вам будет не настолько обидно, что вы были великой из них. Мы будем знать, что я не знаю, что я не помню. Так что я вполне себе писатель. Творческие встречи с гостями на разных площадках центра. Еще одна составляющая фестиваля. Светлана Лаврова – детский писатель. Рассказала орлятам о героях своих книг. Их в творческой копилке несколько десятков. В фантастическом мире Светланы Лавровой уживаются настоящие волшебники и короли. Здесь легко встретить героев древнегреческого эпоса и забавную компанию симпатичных драконов. Эти сказки погружают юных читателей в веселый и удивительный мир, где всегда царит добро и справедливость. Дети, они везде хороши, они немножко разные. У вас они отличаются даже по отрядам. Это потрясающе. Пока у меня совершенно родные люди, это в штормовой. Это настолько мое. То есть корабли-паруса – это раз. Второе – дружба с нашей каравеллой, с Владиславом Петровичем и Гагарином. И третьих – они меня просто понимают. Остальные тоже прекрасные. У кого кто знает историю про своего деда, у кого хантарики? Вадим Носов, писатель и руководитель департамента корпоративной печати Почта России, рассказал ребятам о творческих проектах, которые реализует организация. Каждый из орлят может принять участие в ежегодной всероссийской акции «Лучший урок письма» и написать послание в разных номинациях. Письмо ветерану, есть такая профессия родину защищать, кем я хочу стать, чтобы мир сделать лучше. И много других разных и вечных тем для размышлений. Общение с ребятами дает возможность проанализировать себя, свои творческие планы, творческие планы всероссийского конкурса, о чем я обязательно расскажу своим коллегам. И я думаю, первый, кто будет, это, я думаю, расскажу Виктору Антоновичу Садовничину. Ректор МГУ, он председатель жюри, который очень горячо поддерживает наш конкурс. И некоторое время назад «Лучшие письма» у нас была номинация «Человек, которому я верю». И в МГУ шел форум ректоров России. На этот форум приехал Владимир Владимирович. И каково было мое изумление, когда Виктор Антонович Садовничий вручил ему пачечку писем от детей. И президент задумался, открыл папку, посмотрел на некоторые письма и говорит, вы знаете, это очень ответственно. И это серьезно. Символ фестиваля выбран не случайно, ведь ангел символизирует добро, любовь и душевный свет. Как доброе кино, которое пробуждает лучшее в людях, рассказывает о вечных ценностях и заставляет задуматься о самом главном жизни. Пилотный проект для «Орленка», уверяют организаторы, обязательно станет доброй традицией на долгие годы. Анастасия Николаева, Алексей Кузьмин, телеканал «Орленок ТВ». Анастасия Николаева, Алексей Кузьмин, телеканал «Орленок ТВ».